Всем привет! В секретной базе данных фонда есть и зловещие статуи, и необъяснимые события, и просто городские легенды. Среди всех этих объектов особняком стоят разные конспирологические теории. Конечно же, самая масштабная среди них это теория про проект Монтаук. На ней всё и держится, но есть и множество других. Из SCP-2460 мы узнаём о странном космическом объекте, который летает вокруг Земли и представляет собой гравитационную аномалию. В самом объекте рассказывается про тёмную материю, фазирование и какие-то ещё подобные вещи. Но самое интересное скрыто не в описании этого объекта, а в его фотографии. За неё, как за ниточку, можно вытянуть целый набор конспирологии разной степени безумия. Как оказалось, это реальное фото, сделанное НАСА в 1998 году. Это фото действительно есть на ресурсах НАСА и относится к миссии STS-88, первому полёту шаттла к Международной космической станции. На нём видно странный явно искусственный объект, летающий около Земли. И, конечно же, люди не могли не сделать из этого сенсацию. Возможно, где-то в научных публикациях и было объяснено, что это и почему оно так странно выглядит. Может, это просто кусок космического мусора, я не знаю. Для этого есть научпоп-каналы про космос, в конце концов. Мы пойдём другим путём. По сайтам уфологов, экстрасенсов и прочих максимально интересных личностей, чтобы найти самые крутые теории про этот объект. На русском ютубе уже есть несколько роликов на эту тему, но все они — это просто ролики под напряжённую музыку, пересказывающие одно и то же для нагнетания загадочности. Хотя вот один отличился, устроил сеанс астральной связи с этим объектом. Но я же постараюсь зарыться в эту ароматную и тёплую кучу конспирологии настолько глубоко, насколько это возможно. Итак, согласно конспирологическим теориям, перед нами Чёрный Рыцарь или Чёрный Принц. Космический корабль пришельцев, который летает над Землёй уже 13 тысяч лет, и посылает землянам многочисленные сигналы. Как известно, первым искусственным объектом, сделанным человеком в космосе, был советский аппарат «Спутник-1», запущенный в октябре 1957 года. Однако истории о Чёрном Рыцаре уходят своими корнями аж в самое начало 20 века, когда Никола Тесла написал свой труд «Talking with Planets», на который ссылаются все конспирологи, когда начинают свой пересказ про тайну Чёрного Рыцаря. Вернее, как ссылаются, конспирологи, мол, говорят, что Тесла уловил какой-то сигнал, расшифровал его и даже увидел какое-то в нём сообщение. Но мы же тут фонд SCP или где? Будем обращаться исключительно к источнику. А суть в том, что во время своих экспериментов, насколько я понял по беспроводной передаче электричества, Тесла поймал странный сигнал. Он пишет, «Мои первые наблюдения положительно напугали меня, так как в них было что-то загадочное, если не сказать мистическое. Я был один в своей лаборатории ночью, но в то время идея о том, что эти возмущения были сигналами, управляемыми разумом, пока не посетила меня». Однако позже Тесла решил, что непонятный сигнал, который он получил в своей лаборатории, был посланием марсианской цивилизации. «Марсиане, или жители какой-то ещё планеты, послали нам сигнал», — написал он. Собственно, Никола Тесла думал, что с ним пытаются связаться марсиане. В его статье нет упоминания о загадочном спутнике и нет никакой расшифровки этого сигнала. Ну а так, вообще Никола Тесла довольно крутой тип. В начале своей статьи он даже предположил, что пришельцы могут жить под поверхностью Луны и очень хотеть с ним поговорить. Настолько было человеку одиноко. Далее в видосах и статейках боевых уфологов говорится, что с 20-х годов человечество начало регулярно улавливать странные сигналы, подобные тем, что удалось поймать Тесле. Позже появилась теория о том, что это какие-то радиосигналы, отражённые от Луны, или облака плазмы в космосе. Ещё позже это явление получило название «Мировое эхо». И несмотря на то, что его природа до сих пор не до конца понятна, ясно, что эти сигналы из Земли, из недалёкого прошлого, которые каким-то образом возвращаются к нам обратно. Но это всё не то. Вот и профессор Брейсвилл тоже подумал, что это не то. И как-то раз сказал, что вокруг Луны может летать аппарат пришельцев, которые пытаются связаться с землянами. А сигналы могут быть звёздной картой, которая указывает на тот мир, из которого этот аппарат прилетел. Сам он больше к этой теме никогда не возвращался, то есть буквально один раз так сказал и всё. Но такие слова из уст аж настоящего профессора не прошли незамеченными. И куча радиоэнтузиастов и обществ по поиску пришельцев со всего мира начали из разных сигналов откуда-то со стороны Луны складывать свои космические карты. Одним из таких составителей был фантаст и радиолюбитель Дункан Люнан. У него получилась карта, из которой следовало, что цивилизация пришельцев находится в системе, состоящей из двух звёзд под названием Ипсилон Валопаса. Однако на этой карте некоторые звёзды располагались совсем не так, как в реальности. После некоторых расчётов и размышлений, Дункан заявил, что его карта не соответствует реальности, потому что звёзды в системе Валопаса передвинулись за 13 тысяч лет. А значит, именно столько должно быть инопланетному спутнику, который шлёт такой сигнал. На самом деле, в карте Дункана нашли огромное количество несоответствий, но это скучно. Далее, в журнале британского интерпланетного общества под названием Space Flight, он издаёт статью, в которой утверждал, что ему удалось расшифровать сообщение пришельцев, которое звучало так. «Начало тут. Наш дом в Апсилоне Валопаса, который является двойной звездой. Мы живём на шестой планете из семи, считая от Солнца, которое больше другого. У нашей шестой планеты есть Луна, у четвёртой планеты есть трилудные, у первой и третьей планеты по одной». Журналисты быстро растащили эту новость по газетам, и Дункан стал популярен. Даже написал книгу «Man and the Stars», в которой рассказывал о том, что пришельцы уже тут. В любой непонятной ситуации пиши книгу про пришельцев. Мне в этой ситуации больше всего понравилось, что в одном из интервью этого Дункана говорится, что после выхода книги с ним связался капитан британской военной разведки, который представился как Алан Эванс. Он долго хвалил книгу и теории Дункана, а в конце заявил, что неплохо было бы найти доказательства того, что пришельцы действительно были на Земле. Когда Дункан высказал свои идеи о том, что нужно продолжать исследовать небо и пытаться расшифровать различные радиосигналы, Алан запротестовал и начал настаивать на том, что Дункан должен исследовать Стоунхенш и пирамиды, вместо своих унылых расчетов. После чего Дункан отказался от всех своих теорий и начал посещать собрания археоастрономов. Это такие странные люди, которые ищут следы пришельцев в древних постройках. То есть к нему реально пришел человек из правительства и сказал искать пришельцев в пирамидах вместо космоса. А вы еще говорите, что МОК SCP ложный след плохо работает. Все они хорошо делают. А SCP это кстати сборник статей в интернете такой. А еще игра такая. А вообще суть в том, что правительству очень не понравилось то, что какие-то люди пытаются расшифровать радиосигналы и смотрят в небо куда не следует. Ведь они могут увидеть секретный спутник или расшифровать правительственные сообщения. А еще хуже рассказать всем об этом. Потому всех таких любопытных спихивали в общество безумных уфологов. Вроде тех, что высматривают в пирамидах очертания самолетов. Все не так просто в этом мире. Такие дела. Ну и конечно новыми красками все эти теории заиграли после того, как в 98 году космонавты сфотографировали вот эту вот штуку. Искатели пришельцев со всего мира получили пруфы своим теориям. Хотя космонавты заявили, что это оторвавшийся при сборке МКС кусок обшивки, который после того, как фото были сделаны, упал на землю и сгорел в атмосфере. Разумеется, этот момент сторонниками теории заговора был обыгран на отличненько. Например, на канале одного сторонника плоской земли вышло видео о том, что темный рыцарь был сбит. Об этом же говорит группа уфологов Security Team 10. Все это, разумеется, не канон, потому что класс объекта на сайте SCP по-прежнему кетер. Ведь, как многие заметили под видео об устранении скромника, пока класс объекта не был заменен, объект считается действующим. Потому все рассказы об устранении черного рыцаря это также не канон. Ну а истина, как всегда, где-то рядом. Всем пока!